МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наконец-то нам удалось побывать в Исландии, в этой удивительной маленькой стране на самом севере Атлантики. По количеству гейзеров, водопадов, вулканов на душу населения мало кто в этом мире может поспорить с исландцами. Этот околополярный уголок – одно из самых интересных мест в мире. Как известно, поверхность нашей планеты состоит из тектонических плит, которые плавают по поверхности раскаленной магмы. В Исландии находится одно из редких сукопутных мест в мире, где плиты сходятся, точнее, здесь они расходятся в разные стороны на 2 см в год. Швы между тектоническими плитами – это места, где растут горы, случаются землетрясения и извергаются вулканы. Геологически можно сказать, что это граница между двумя континентами – Северной Америкой и Евразией. Кстати, практически прямо на стыке плит начал свою работу старейший в мире непрерывно действующий парламент. Первое собрание было аж в 930 году, более тысячи лет назад. Благодаря Гольфстриму климат Исландии достаточно мягкий, поэтому большая часть страны вполне зеленая. Поэтому здесь шутят, что двум северным Атлантическим островам перепутали названия. И именно Исландия должна быть зеленой землей Гренландии, а Гренландия – землей льда Исландии. Конечно же, свои ледники имеются и в Исландии, и я впервые в жизни прокатился по ним на снегоходе. Это отнюдь непростое занятие – по мокрому, рыхлому снегу со скоростью 50 км в час. Ощущения и виды оба помрачительные. Исландия расположена приблизительно на широте Архангельска. Полярный круг слегка цепляет северные острова. Соответственно, в июне-июре здесь почти полярный день. Очень-очень светлые белые ночи. Это суровый край. Соответственно, и население Исландии совсем небольшое – чуть больше 300 тысяч человек. Это чуть больше Тамбова или чуть меньше Смоленска. По площади же страна больше Венгрии или Южной Кореи. Плотность населения здесь самая низкая в Европе, если, конечно, не считать покрытую льдами Гренландию. Но Исландия – страна, удивительная не только ландшафтами и видами. Это, например, единственный член военного блока НАТО, у которого нет вооруженных сил. Вообще нет. Еще Исландия – страна с удивительным языком. В исландском нет фамилии, только отчество. Имя, отчество и все. Кстати, в далеком 2000-м наш антивирус стал первым в мире, переведенным на исландский язык. Важную роль в жизни страны играют эльфы. Рассказывают байку, что когда компания Алкоа строила здесь алюминиевый завод, ей пришлось тратить время и деньги, чтобы получить сертификат, что стройка не потревожит этот волшебный народ. Если это правда, то неплохая у людей работа – следить, чтобы эльфов не потревожили. Сейчас в Исландии туризм стал одним из локомотивов экономики, который основательно потрепал финансовый шторм пятилетней давности. Здесь говорят, что каждый, кто сюда приехал, обязательно вернется. И знаете, я им верю – сюда нужно возвращаться. Я точно заеду сюда еще. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok